Четыре года работы над сценарием и 42 дня съемок. Герои – вымышленные персонажи. Мои истории и события – самые реальные. Две локации – Россия и Армения. В Москве снимали сцены после землетрясения в гюмре мирной жизни до трагедии. Все о настоящем происшествии 1988 года, о котором невозможно забыть и молчать. Это кино, которое будет жить прям, ну, вечно. Потому что это очень серьезная общечеловеческая тема. И это серьезная тема и единения, и взаимопомощи. Было очень много пресс-показов. Мы начали с Еревана, это было 10 ноября. Соответственно, потом была Москва 17 ноября. И потом уже пресс-показы от Ростова до Санкт-Петербурга, Минск. То есть мы показали, я думаю, что около 20 городов, где был показан фильм. Здесь нет главных ролей. Все герои и есть главные, отмечает режиссер. Фильм начинается с истории 45-летнего Константина Бережнова и 20-летнего Роберта Мелконяна. Много лет назад в автокатастрофе по вине Бережнова погибли родители Роберта. Константин провел 8 лет в тюрьме, а мальчика приютили родственники. По странному стечению обстоятельств Бережной возвращается в Ленинакан в день страшного землетрясения. По иронии судьбы, герой оказывается в одном спасательном отряде. Но узнают друг друга не сразу. Одну из главных ролей у нас играет Константин Лавроненко. Как вы знаете, это большой, уважаемый артист. И к нашему счастью, он, в принципе, довольно быстро согласился. Прочитал сценарий, он не понаслышке знает про эту трагедию. Другой артист, Виктор Степанян, который, это почти его дебют в кино. То есть он просто там месяца два-три приходил на пробы, на кассинге. Мы смотрели очень много артистов. Мы посмотрели всех армянских артистов и Москвы, и Армении. И вот в итоге мы остановились на нем. На площади в 10 тысяч квадратных метров с буквальной точностью воссозданы улицы и дома реального Ленинакана. Полтора месяца понадобилось художникам-постановщикам, чтобы передать на территории заброшенного московского завода антураж события, которое произошло 28 лет назад. На съемочной площадке тишина. В память о жертвах землетрясения каждый съемочный день завершался минутой молчания. Все, кто не понаслышке знает о событиях того дня, вспоминают. Немножечко пропустили это через себя. Для того, чтобы понять, что было в истории того или иного народа. Что происходило на этой земле. Чтобы понять, сколько каких-то страданий и переживаний пришлось пережить огромному количеству людей. Желаю приятного просмотра. Юлия Андреева, Александр Голобурда, Денис Ткаченко. Наше утро.